Еще раз всем здравствуйте. Мы с вами здесь собрались для того, чтобы обсудить захватывающий вопрос, связанный с некоторым разделом, скажем так, допечатанной подготовки. Давайте мы просто убедимся в том, что мы правильно друг друга понимаем. Значит, наше мероприятие называется вот таким образом. Сам себе типография, как попытаться обеспечить хорошее качество, цвет коррекции и распечаток на домашнем оборудовании. В чем, собственно, проблема и почему мероприятие называется именно так, а не иначе. Дело в том, что много очень людей, которые учатся у меня здесь, специалисты на разных курсах, спрашивали о различных аспектах того, как правильно распечатывать дома, действительно не имея хорошего мощного полиграфического оборудования. Это что касается тех людей, которые уже как-то немного в теме, что называется, те же, кто не в теме, они, вот я думаю, присутствующие понимают наверняка, о чем идет речь, они сталкиваются с такой проблемой, которая им кажется невероятной, и которых очень печалит. Они говорят, что вы знаете, вот я на экране получил хорошую картинку, она в результате распечатки у меня получилась очень некрасивой, серой, блёблой и так далее. Почему же так? Куда же делось все прекрасное качество, куда все пропало? Ну вот, и, собственно, поскольку довольно много вопросов и первого, и второго, так сказать, типов, то есть от людей и продвинутых, и непродвинутых, вот я решил одно наше занятие, один вот такой вот наш вебинар посвятить именно этому вопросу. На самом деле вопрос, с одной стороны, довольно простой, ну, относительно многих других, которые возникают в процессе профессиональной работы. С другой стороны, знаете, как и в каждом такого роддиле, вроде бы ответ, лежащий на поверхности, тянет за собой огромное количество разных дополнительных оговорок, обстоятельств, объяснений, почему так, а не иначе. Я попробую пройтись по этой узкой грани. Попробую за маленькое количество времени рассказать вот весь этот вот сложный комплекс. Если будет что-то непонятно, вы, пожалуйста, спрашивайте, сигнальте прямо здесь в окошечке чата, да, чтобы мы с вами могли пообщаться и обеспечить вам понимание всех этих вопросов. Я, вот, собственно, Красновский Дмитрий Валерьевич. Я здесь специалистик преподаю разным курсам, связанные с полиграфией и с допечатной подготовкой в частности. Я практикующий дизайнер, причем дизайнер именно тех направлений, которые связаны с фирменным стилем, с полиграфией, с печатью. Вот, и, то есть, эта все тема мне очень близка. Но если вам понадобится что-то еще узнать, вот, по смежным, скажем так, дисциплинам, вы, пожалуйста, тоже обращайтесь, я постараюсь вам помочь. Ну, вот, значит, более того, довольно часто, как показывает практика на курсах такого типа, да и, собственно, вообще часто на всяких моих мероприятиях возникает желание показать свои работы, обсудить свои работы. Вот, если вы хотите принять участие в такого рода разборе, вот, пожалуйста, вам координаты, я их сразу сообщаю в самом начале, чтобы вы могли на них написать, в смысле, на этот адрес, на этот e-mail, написать письмецо, вот, и единственное, что попрошу, сразу сообщайте мне, если вы отправите такую работу, скажите, потому что, дескать, я отправил вам работу посмотреть, пообсуждать, поговорить, потому что так-то у меня сейчас почта закрыта, да, мне нужно быть просто ближе к концу нашего мероприятия специально туда пойти. В общем, не забудьте мне сообщить, если у вас появится такое желание. Ну вот, значит, и вот теперь мы с вами можем говорить уже непосредственно о темах, касающиеся нашего вебинара. Первый тезис, вот такой, собственно, технические потери неизбежны. То есть, этот тезис о том, что в любом случае, как бы вы ни старались, как бы мы ни старались, то есть, как бы ни старались любые специалисты по допечатной подготовке, давайте, опять же, говорить прямо и называть вещи своими именами. Распечатка на домашнем принтере и подготовка к этой распечатке, это, в общем, тоже, да, вполне себе полноценная допечатная подготовка и профессиональное действие. Потому что, я думаю, мы с вами все знаем и понимаем, что в современном производстве вообще цифровая печать, то есть, печать на принтерах, то есть, такая же, в общем, фактически, как мы с вами можем сделать дома, она является полноценным способом производства полиграфической продукции. Не правда ли? Мы ведь это с вами знаем, правда? Если, там, 15-20 лет назад все мерилось с такими понятиями, как обседная печать, да, там, какая-нибудь еще подобного рода профессиональная печать, а печать на принтере – это было что-то такое совсем уж любительское, домашнее, то сейчас же мы все знаем, что можно заказывать и фотокниги, и фотографии, да, делать очень высокого качества, я имею в виду, сделанные на цифровых аппарат, в фотолабораториях мгновенно все это распечатывается и так далее. То есть, цифровая печать и печать на принтерах, то есть, то, что называется домашняя печать, она, в общем, уже является вполне профессиональной. С одной стороны, и с другой стороны, повторю еще раз, технические проблемы неизбежны. К этому надо привыкнуть, с этим надо примириться, и это надо понимать. Первое, причем причины, я не буду, так сказать, знаете, разводить руками, так загадочные, говорить, что, мол, дескать, тут ничего не попишешь, я попробую вам в двух словах объяснить причины этого явления. Во-первых, есть такая вещь, которая называется интерполяция. Интерполяция – это пересчет пикселей, собственно. Что такое пересчет пикселей? Это когда у нас картинка имеет определенный размер пикселей, в пикселах по ширине и высоте, да, и когда мы с вами начинаем ее увеличивать, уменьшать, естественно, эти пиксели начинают увеличиваться и уменьшаться, соответственно. Причем это не обязательно делать в буквальном смысле, увеличивая и уменьшая саму картинку. На всякий случай, сейчас вот я, так сказать, объясняю некоторые тонкие вещи, но если будет не очень понятно, вы, пожалуйста, говорите, обращайтесь, спрашивайте, я вам там какую-нибудь схемку нарисую в фотошопе, объясню, о чем будет речь. Но, тем не менее, я думаю, что всем понятно, что если у нас есть некая картинка размером там, ну, условно, 10 на 10 пикселей, то когда мы эту картинку 10 на 10 пикселей начинаем распечатывать на листе бумаги, мы ее можем напечатать шириной размером там в один сантиметр, а можем напечатать шириной и в 10 сантиметров, правильно? И в первом случае, как вы понимаете, у вас в одном сантиметре уложится 10 этих самых пикселей, а во втором случае у вас уложится всего лишь один пиксель. Но тонкость заключается в том, что принтер, то есть любое печатающее устройство, он имеет свои собственные точки, понимаете, из которых строится изображение, и точно так же, правда? И получается вот какая вещь, что наши точки нашего исходного изображения, наши пиксели, они должны каким-то образом пересчитываться, переконвертироваться, так можно сказать, в те точки, из которых получается это самое напечатанное изображение. Причем, заметьте, неважно каким образом напечатанное, на принтере или на профессиональном оборудовании, то есть то, о чем мы сейчас говорим, это проблема абсолютно универсальная. И вот, собственно, вот эта вот вещь, она и называется интерполяция, то есть пересчет размера картинки. Это первая проблема изменения размера картинки, это первая проблема, которая влияет на то, что качество будет падать. Вторая проблема заключена в самом методе печати. Смотрите, какая история. Если мы с вами здесь, кажется, уже без фотошопа не обойтись. Смотрите, какая получается история. Если у нас есть некий пиксель на экране, то, соответственно, этот пиксель мы с вами хотим преобразовать в некую картинку, напечатанную на принтере. Как печатает принтер? Я не буду вдаваться в технические подробности, но я надеюсь вас не изумлю, если скажу, что принтер печатает такими маленькими капельками краской, или каплями, или крошками этого порошка-тонера. Но факт тот, что они ложатся, если смотреть под микроскопом, в виде таких вот некоторых пятнышек, точечек. И вот смотрите, что получается. Наш прекрасный пиксель, который мы изначально видим на экране, квадратным, и рядом с которым соседствует еще много-много других пикселей, он превращается в набор вот этих вот разнородных пятнышек, которые совершенно не квадратной формы, а это просто такие вот круглые, да, какие-то, ну, некоторые определенные кляксочки. Еще раз замечаю, что я говорю про любой, в принципе, способ печати. И вот что выходит. Вот этот прекрасный цвет, который задан с помощью цветовой модели RGB, он, Александр, говорит, что пропал звук. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, что-нибудь, действительно ли пропал звук? Или меня слышно? Слышу хорошо, говорит. Ага, Мария, спасибо. То есть это, видимо, у Александра что-то. Ага, Галина, спасибо. Это, видимо, у Александра что-то случилось. Ага, вот. Так вот, смотрите, какая получается история. Вот этот прекрасный, да, квадратный пиксел, он будет печататься в виде набора нескольких вот этих вот довольно бесформенных плевочков таких, да, так можно сказать. Мы же ведь с вами знаем, что пикселы на экране, они воспроизводятся с помощью какой? Цветовой модели, да. Уж RGB, понятное дело, правда? Да, да, и все три цвета отлично здесь смешиваются. А принтер, если мы говорим про полноцветное изображение, получает изображение, конечно же, с помощью циана, магенты и желтого. И вот смотрите, что выходит, идеально четкая, ясная форма, да, структура пиксела превращается, если смотреть под микроскопом, в набор из нескольких пятнышек, да, неопределенной такой формы, разной величины, в разной величине, потому что в зависимости от того, сколько там, ну, какой процент, да, краски, какой величины будет, собственно, вот эта вот точка. И вот смотрите, что выходит, да, циан, магенты, желтый, черный. Еще раз напоминаю, я говорю общую некую такую идею, да, общую некую модель, которая приводит к ухудшению качества печати. То есть то, что я сейчас изобразил, на практике означает следующее, что у нас будет пропадать контурная резкость, то есть у нас четкость неизбежно будет теряться. Это просто заложено в самой физике вот этого процесса. Вот, собственно, на что я обращаю внимание, что я хотел бы, чтобы вы понимали. Так что вот эта вторая история с растрированием, да, с неизбежным таким технологическим процессом, сопровождающим, да, вот эту всю нашу работу, мы должны понимать, что будет приводить к ухудшению качества. Мало этого, есть еще третий очень важный аспект, который приводит к заведомому ухудшению качества. В связи с только что упомянутыми, да, вот этими двумя процессами, связанными с преобразованием из RGB в CMYK, да, у нас происходит не только растрирование, у нас происходит не только потеря качества геометрического, скажем так, у нас происходит еще и потеря качества с точки зрения цвета. Да, мы с вами должны понимать одну важную вещь, и я вам ее сейчас тоже тут изображу в фотошопе, чтобы было понятно, о чем идет речь. Цветовая модель CMYK и цветовая модель RGB, это может быть одно из самых печальных сообщений, которые я хочу вам сейчас сделать. Цветовая модель RGB и цветовая модель CMYK обладает разным количеством цветов, то есть у них разный, как это называется, цветовой охват. Если количество цветов, которые может воспроизвести наш глаз, можно показать примерно с помощью вот такой вот фигуры, то количество цветов, которые воспроизводятся с помощью цветовой модели RGB, воспроизводится примерно с помощью вот такой вот фигуры, которая раза в два, ну а то их больше даже по площади, меньше, чем исходная картинка. А цветовая модель CMYK, она примерно вот так выглядит. То есть она еще заметно меньше. Ну, понятно, что тут не стоит подбираться к площади фигур, тут речь идет о самом смысле, да. Так вот, количество цветов CMYK гораздо меньше. И это вот самое печальное, повторю, что есть во всей этой истории. То есть фактически, да, все вот эти цвета, которые у нас здесь воспроизводятся на экране, да, с помощью цветовой модели RGB, они не воспроизведутся в CMYK и просто их не будет. Будет какая-то замена, будет какой-то похожий, но не тот цвет. И вот это вот, собственно, те ключевые проблемы, которые влияют, повторю, на то, что эти вот, то есть технические проблемы, которые неизбежно приводят к тому, что у нас будут потери качества в нашей картинке. Вот такая вот печальная история. Ну, и на самом деле есть еще один очень важный фактор, связанный с тем, что потери происходят на разных этапах таких технологических, связанных с качеством самой техники, я имею в виду с качеством фотоаппаратов, с качеством мониторов, с качеством сканеров, с качеством, собственно, принтеров, с качеством бумаги, обратите внимание, с качеством красок. То есть всего того, что, да, может быть не идеальным. А если говорить честно, то оно, собственно, в большинстве случаев и не является идеальным. Идеалы, знаете ли, дорого стоят. А в реальной жизни, тем более, если мы говорим про домашнюю печать, да, мы стараемся сэкономить. Поэтому вот этот вот четвертый фактор, связанный с качеством техники и материалов, он все здорово еще дополнительно ухудшает. Вот, так что история практически не решаемая, если говорить так совсем серьезно. И практически неразрешимая. Но, тем не менее, кое-что сделать можно. И попытки предпринять все-таки вот эту вот цветокоррекцию в домашних условиях стоит предпринять. И, глядишь, некоторые из них могут увенчаться успехом. Что же нужно для цветокоррекции, да, чтобы дома заниматься нормальной качественной цветокоррекцией? Во-первых, нужен нормальный принтер. Ой, извините, компьютер. Да, разумеется, ну, принтер это само собой, я о нем отдельно скажу. Разумеется, нужен нормальный компьютер. Что такое нормальный компьютер? Это компьютер, у которого хороший, мощный, конечно, жесткий диск. Это быстрый диск при этом, да, собственно, часто используются SSD диски, да, вот эти твердотельные, так называемые. Это компьютер, у которого, естественно, достаточно большой объем оперативной памяти. Ну, это даже не является, так сказать, я думаю, темой сейчас для обсуждения, потому что все это понимают, правда? Что хочешь заниматься графикой, покупай нормальный, хороший компик, иначе, в общем, тебя будет тормозить, виснуть и так далее. То есть это первый вопрос. Второй вопрос. Помимо хорошего компьютера нужно, разумеется, соответствующее программное обеспечение. Я об этом тоже не буду говорить, потому что это тоже довольно очевидно, что хочешь заниматься ретушью, но уж понятно, что пейнтбрашем и вордом дело не обойдется, правда? Нужно чем-то еще заводиться. Соответствующее программное обеспечение. Ну, видимо, фотошоп, допустим, да. Третье важное очень обстоятельство – это хороший монитор. И здесь выясняется одна довольно неприятная вещь, что довольно часто на домашних компьютерах, у домашних компьютеров отсутствует, собственно, нормальный хороший монитор, потому что люди для себя, как это часто бывает, для своих маленьких милых офисных нужд покупают, в общем, довольно, ну, не то чтобы уж паршивые, но, во всяком случае, не очень крутецкие мониторы. И проблема заключается в том, что потом они воспроизводят совершенно неуправляемый, да, и как-то, так сказать, невоспроизводимый как-то, да, каким-то иным способом цвет. Что печально. Вот, поэтому хороший монитор, дорогой монитор, да, он, безусловно, тоже нужен для того, чтобы это все работало правильно, чтобы можно было заниматься цветокоррекцией. Мало того, что нужно обзавестись хорошим монитором, нужно обзавестись еще одной очень важной вещью. Хороший монитор – это лишь устройство, которое воспроизводит некие цвета. Но дело в том, что цвета оно может воспроизводить по-разному. И я на многих, вот подобного рода, семинарах рассказывал о том, что, ну, то есть не рассказывал, а обращал внимание на тот опыт, который есть у каждого из нас. Что если мы с вами приемом магазин в телевизорах, мы увидим, что, идя вдоль ряда с этими телевизорами, мы увидим, что все телевизоры показывают чуть-чуть разную картинку. Правда, одна будет синеватая, другая красноватая, третья светловатая, четвертая там темноватая и так далее. Так вот, собственно, это связано с тем, что любое устройство, которое работает вот в этой самой цветовой модели RGB, оно очень сильно зависит от настроек и оно зависит от производителя. Каждый производитель придумывает свою технологию, у каждого она запатентована, поэтому, собственно, она не копируется, не воспроизводится другими производителями. Но, тем не менее, им хочется ведь, чтобы у них цвет получался правильный, какой-то, в общем, общепринято похожий на то, что нужно. Для этого они используют так называемые цветовые профили. Может быть, кто-то из вас догадался даже, о чем идет речь. Правда? Цветовой профиль – это такая очень милая маленькая штучка, которая устанавливается на компьютер и которая отвечает за то, чтобы ваш монитор показывал правильные цвета. То есть, говоря, может сказать, иными словами, что цветовой профиль – это, в общем, драйвер монитора. Это не совсем, в общем, корректно так говорить, но, тем не менее, это близко к этому по смыслу. То есть, это специальный файл, который управляет настройками цвета для данного конкретного монитора. Для того, чтобы монитор этот конкретный показывал максимально качественный, максимально близкий к оригиналу цвет. Вот что очень важно. И, соответственно, исходя из этого тезиса, понятно, что если у нас монитор плохой, например, тогда, собственно, нет смысла париться с этими цветовыми профилями, потому что, ну, что толку-то, да, если монитор все равно ничего не покажет. Поэтому вот это вот сочетание хорошего монитора и использованного правильного цветового профиля является очень важным таким условием эффективной работы. Так что такое хороший монитор? Почему я отдельно хочу этот вопрос задать? Потому что довольно часто у начинающих возникает такой вопрос, может быть, у кого-то он тоже есть, можно ли или нужно ли или стоит ли заниматься цветокоррекцией на ноутбуке? Такой довольно распространенный среди любителей вопрос. Если говорить коротко, ответ – нет. Ответ такой, что нельзя этим заниматься. Александр, у вас включен микрофон, пожалуйста, выключите его, а то там очень сильно что-то шумит. Ладно, я сам выключу. Вот. Так вот, монитор должен быть специальным, монитор должен быть правильным, монитор должен быть хорошим. Для того, чтобы можно было заниматься всеми этими вопросами. Что такое хороший монитор? Следующий наш вопрос. Хороший монитор – это, во-первых, высокий контраст. Контраст между белым и черным. Многие офисные мониторы, ну или такие не очень, скажем так, крутецкие, у них этот контраст невелик. Почему он невелик? По двум причинам. Потому что, во-первых, не достигается достаточно глубоко насыщенного черного цвета. То есть, если вы сейчас смотрите то, что вот я вам показываю на устройстве, на каком-нибудь обычном мониторе, то вы увидите, что этот монитор всегда немножечко подсвечивается. Правда? У него есть такая по периферии легенькая подсветочка. И раз существует подсветка, это по определению означает, что у вас монитор не глухо черный. Вот в чем беда. То есть, у хорошего монитора должна быть вот эта вот насыщенность такая черного цвета. Кроме того, чернота достигается тем, что монитор покрывается специальным покрытием, который не отражает свет. Иначе вы, допустим, сидите в белой маечке перед таким, перед плохим монитором, и вы видите, собственно, собственные оттенки вот этого белого цвета. Ну и так далее. То есть, в общем, черный должен быть насыщенный, а белый, светлый, тоже должен быть очень-очень насыщенный. Это уже связано с силой, так сказать, излучения монитора, потому что слабенькие мониторчики, они часто излучают не очень сильно. Получается такое, понимаете, светло-серое изображение на темно-сером. Отсюда, собственно, о чем вообще говорить. То есть, нет контраста и нет насыщенных цветов. То есть, первое, это высокий контраст. Второе, это правильный тип матрицы. Я думаю, что многие из вас, ну, раз вы здесь находитесь, интересуетесь этим вопросом. Понимаете, да, что у монитора действительно существует разный тип матриц, тех, которые, собственно, формируют, да, изображение. И в интернете на эту тему огромное количество литературы и всяких пособий. В данном случае я просто обращаю внимание на то, что это правда. То есть, у монитора должен быть правильный тип матрицы. Ну, собственно, правильный матриц, она вообще называется IPS. Есть такой тип матрицы, в числе прочих, который считается самым правильным для профессиональных полиграфических мониторов. Третье очень важное обстоятельство. Это калибруемость и предсказуемость. Что это такое? А это, собственно, вот как раз то и есть, что отличает хороший крутецкий монитор от дешевого. Калибруемость и вообще процедура калибрации, калибровки монитора заключается в том, что используется специальное программное обеспечение. Используется специальный такой аппарат, прибор, который называется калибратор, который отвечает за то, чтобы этот монитор максимально точно воспроизводил цвета. Дело в том, что вы глазом практически никогда не сможете точно настроить монитор, потому что наш глаз все-таки не очень мощный инструмент. Он обладает огромным количеством ошибок, аберраций, как это называется. И в этом смысле доверять глазу даже опытному человеку нельзя. Тем более, что в комнате может поменяться свет, днем вокруг светлее, синеватый какой-то цвет, там солнышко заглянуло, в комнату стало все желтее. То есть все это довольно сильно гуляет. Так вот, собственно, предсказуемость света это очень важный фактор, чтобы монитор, чтобы ему можно было просто доверять, чтобы не получилось. Знаете, как иногда люди приносят свои картинки куда-нибудь там в редакцию, вы знаете, сами смотрят на мониторе и говорят, ой, а у меня дома на мониторе все совсем не так. Вот надо, чтобы было всегда так. И вот, собственно, есть целая система, очень большой комплекс знаний, представлений и умений, связанных с настройкой вот этого всего оборудования и с калибровкой всего этого обстоятельства. И, наконец, еще одна вещь, которая нужна для того, чтобы монитор может было считать хорошим, это хорошая диагональ. Ну, это такое условно, естественно, это не термин специальный, а хорошая диагональ, это имеется в виду, что монитор должен быть достаточно большим. То есть на 15-дюймовом, например, мониторе, делать что-либо практически невозможно. Тяжело, мелко, вы просто не будете видеть качество вашего изображения, вам придется очень сильно, так сказать, всматриваться без всякой надежды. Ну, честно говоря, и в обратную сторону тоже, потому что есть такие, знаете, мониторы там по 30 дюймов, с ними реально неудобно работать, потому что головой крутить очень много приходится. Они, может быть, для игр хороши, для просмотра телевизора, или кино с некоторого расстояния, но это реально для работы они просто неудобны. Вот, значит, соответственно, этому выяснили, что такое хороший монитор, и, чтобы было понятно, два слова о том, что такое цветовой профиль. Я уже сказал, что цветовой профиль это такой специальный файлик, который описывает, как должны преобразовываться цвета, как должны они преобразовываться при переводе из RGB, в котором они там, допустим, хранятся на экран. Тоже RGB, но немножечко другой. Поэтому это первое его свойство, то есть не первое, а точнее сказать, зачем он нужен. Это вот файл в соответствии цветов одних и другим. И в соответствии чего, чему, спрашивается. И вот, собственно, ответ тут такой, что первая часть это соответствие монитору, то есть мы, как я уже вам рассказал перед этим, каждому монитору в идеале должны использовать свой цветовой профиль. То есть это тот профиль, который оптимально подходит для именно данного монитора, чтобы именно этот монитор воспроизводил цвета максимально естественно и правильно. Это во-первых. Во-вторых, этот цветовой профиль обеспечивает еще одну очень важную вещь. Когда вы начинаете заниматься цветкоррекцией, собственно, а мы же по-прежнему говорим про нее, да, про возможности цветкоррекции дома, мы должны понимать, что цвета начинают искажаться, уползать. И уползать-то они ведь тоже должны в определенном направлении. Будет печально, если вы там крутанули какую-то ручку в фотошопе, у вас цвет вроде бы изначально настроенный был один, да, но в процессе изменения он как-то стал разниться. То есть вы на мониторе стали видеть одно, а потом при печице стало другое. То есть не просто соответствие монитору, да, а соответствие изменения цветов вашего документа. То есть вопрос правильный цветкоррекции, это тоже вопрос, связанный с наличием или отсутствием именно с правильностью этого самого цветового профиля. И наконец еще один важный момент, да, это собственно правильное преобразование цветов, то, что вот я сказал, из RGB в CMY, когда вы преобразуете, да, там тоже это должно происходить определенным правильным образом, и за это тоже отвечает все тот же самый цветовой профиль. Так что видите, что получается, это просто такие принципиальные важные вещи, да, из которых складывается понимание всей вот этой вот, всего комплекса, я бы так сказал, вот этой задачи. Хорошо, у нас есть монитор, у нас есть компьютер, у нас есть профиль, мы всем этим запаслись, но как обеспечить качество печати-то, да, что сделать для того, чтобы все-таки наш прекрасный файл, который мы видим у себя на экране, и который мы уверены, что он правильно получен с помощью моих пламенных советов, как он должен быть напечатан-то, что нам нужно для этой самой печати. Значит, для хорошей печати, чтобы дальше действовать, нам нужен, во-первых, хороший принтер, нам нужен к этому хорошему принтеру правильный носитель, что такое правильный носитель? Это бумага, ну, собственно, тот материал, да, на котором мы будем печатать, потому что если мы, грубо говоря, возьмем газетную бумагу, ну, это, конечно, что такое экстремизм, конечно, но, чтобы было понятно, насколько это важно, или если мы возьмем бумагу желтоватую, а я уверен, что даже не будучи специалистом и профессионалом, вы понимаете, что вот офисная бумага, она бывает очень разная, она бывает такая желтоватая, она бывает беловатая, голубоватая, она бывает рыхлая, в которой сильно впитывает краску, она бывает глянцевая, в которой краску не впитывает, а есть еще специальные бумаги, между прочим, с покрытиями для фотопечати и так далее. Так вот, мы говорим о том, что должен быть хороший принтер и к нему правильный, то есть соответствующий возможностям этого принтера носитель. Это очень важная вещь. Ну, и третье, как вы уже, наверное, поняли, нужен правильный цветовой профиль, потому что цветовой профиль это не только файлик, который отвечает за показ на мониторе правильных цветов, но это файлик, который отвечает за их правильный показ на принтере. То есть для принтера устанавливается в систему свой цветовой профиль, для монитора устанавливается свой цветовой профиль. Я вам даже более того скажу, для цифровых фотокамер можно установить свой цветовой профиль, для сканеров можно установить свой цветовой профиль, то есть для всего оборудования, если уж вы взялись, да, и хотите получить максимум качества, надо устанавливать правильный, адекватный цветовой профиль соответствующий этому оборудованию. Это очень большой вопрос, который я, собственно, рассматриваю на курсах связанной с печатной подготовкой и на всяких дополнительных смежных курсах, поэтому я сейчас, видите, очень красиво об этом расскажу, рассказываю, и надеюсь, во всех случаях возникает какое-то общее понимание того, что это такое. Значит, цветовой профиль принтера, в отличие от цветового профиля монитора, это то же самое, то есть файл соответствия цветов, у которого есть соответствие, если вы помните, я показывал вам вот эти настройки, связанные с соответствием цветов монитора. Вот здесь тоже самая история, только не соответствие монитору, а соответствие принтеру и красителям, потому что красители бывают разные, ничего греха таить, мы часто на них экономим, покупая какие-то неродные, что называется, красители, очень радуемся, потому что все получается один в один. Но это не всегда работает, потому что принтеры, да, они ориентированы на то, что должны работать с определенным типом красителя. Это в соответствии с носителем, я вам только что рассказывал, да, что бумага имеет принципиальное значение, и одна из принципиальных ошибок, да, начинающих печатников, то, что они берут первую попавшуюся бумагу. То есть на обычной офисной бумаге, да, распечатать хорошо практически невозможно. То есть это вы в два раза, я не знаю, там, в несколько раз ухудшаете заведомо собственными руками качество печати. Поэтому надо выбирать соответствующую принтеру бумагу. Если вы не знаете, какую, например, для принтеров, там, Epson, да, одна из известнейших фирм, которая делает принтеры для качественной печати, пойдите на сайт Epson, там огромное количество информации, они там вам объяснят, какая бумага для чего нужна. Там все очень подробно объяснено, и даже есть рекомендации, какому принтеру какая бумага и для каких целей лучше годится. И я вас поражу, может быть, в самое сердце, но вам скажу, что есть не просто цветовые профили для принтера, а есть цветовые профили для принтера, которые адаптированы для печати на какой-то конкретной бумаге. Вот, собственно, до какой степени все запущено и сложно. Вот, так что, если хочется получить хорошее изображение, то вот это вот нужно тоже иметь в виду. И, наконец, есть еще одна тонкость, да, дело в том, что наши данные, то есть, ну, наши картинки, которые мы с вами рисуем, они отправляются на принтер по-разному, я имею в виду векторная графика и растровая графика. Мы же знаем, наверное, с вами, что есть два типа графики, правда? Так вот, мы должны с вами понимать, что должно быть еще соответствие типам данных, данных, то есть, вот этих вот растровых или векторных изображений. То есть, надо их определенным образом готовить, их надо определенным образом преобразовывать для того, чтобы они адекватно отправлялись на принтер, а, соответственно, адекватно обрабатывались вот этим самым цветовым профилем, да, который там занимается преобразованием и адекватно распечатывались. Вот такая вот непростая, безусловно, история для человека, который никогда с этим не сталкивался, вот все, что я рассказал, я думаю, это проблема практически неразрешимая, и он, может быть, уже успел подумать, что, да, ну, его буду печатать как есть и буду страдать, да, но понятно, что для людей, которые занимаются этим профессионально, такой подход неприемлем, потому что именно от них зависит то, что будет в результате получаться, правда? И здесь действительно очень много вот этих вопросов, и, конечно, я даже и не пытался, да, за наши там полчаса-сорок минут все рассказать, я пытался просто обозначить, да, вот круг тех проблем, которые у нас существуют. Если вам нужно больше информации на этот счет, да, то я советую обратиться на курс, то есть обратите внимание на курс «Допечатная подготовка», который я веду в специалисте периодически, ближайший курс стартует 2 апреля по вечерам в учебном комплексе «Стелобат», прямо вот здесь, где сейчас мы находимся, откуда я веду, так сказать, наш способ. Вот, значит, вот этот курс, он стартует 2 апреля, ну и, соответственно, чтобы завершить, могу сказать, что я готов обсудить ваши вопросы, если они есть сейчас, я буду готов их обсудить в дальнейшем, если вы мне напишите, например, по этому моему, ну и понятное дело, что можно прямо в специалист звонить, скорее записываться на курсы, приходить и обсуждать все, что вам будет интересно. Желаю вам творческих успехов, всяческого саморазвития, приходите еще, я вам еще что-нибудь расскажу, присылайте работки, можно присылать запросто прямо на этот мейл, и мы все с вами вопросы и задачи решим. Вот.